Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих. С вами Александр Шадов, Осьминог Бесконечности. Мы разберем два понятия, на этот раз два термина, гениальность и талант. Начнем, пожалуй, с таланта, это более простое определение. Что такое талант? Талант это предрасположенный к занятиям той или иной деятельности. Например, наличие музыкального слуха, особые физические данные или врожденные интеллектуальные способности. Все это таланты, они довольно-таки объективны относительно действительности. Талант это более реалистичный термин, чем, например, гений. Гениальность невозможно измерить. Гениальность это очень странная вещь в данном случае. Ну, давайте попробуем разобраться с тем, что такое гениальность. Ну, на мой взгляд, это выдуманное свойство, абсолютно выдуманное свойство, необходимое для того, чтобы возвысить своих кумиров над всеми прочими людьми. Особенно, если те в большей степени умные, обладают меньшими талантами и уменьями. Ну, как вообще происходит выбор гения? Вот у нас есть некоторое количество талантливых людей. Допустим, их 100 человек. Один из них выбран гением. Лучший ли он из этих 100? На мой взгляд, очень сомнительно утверждать, что он лучший. Я не считаю, что он лучший. Я вижу у всех людей, которых называют гениями, и из них действительно крайне выдающихся людей очень мало. На мой взгляд, исключительно. Ну, кто такой гений? Давайте. Это наименование преимущественно собственных кумиров, которые ставят их в один ряд чуть ли не с богами. Собственно, слово гений есть латинское слово, которое является синонимом греческого слова дайемон. Ну, или демон. Демон, да. Или еще лучше, в Греции демонами считались полубожественные определенные дуги, которые шептали истинным мыслительными творцам. У нас тут же появляются отсылки к вот этому мифическому вдохновению, которое тоже на самом деле не существует. Якобы космос, бог, боги или музы не спосылают нам некоторые истины, некоторые положения, некоторые произведения искусства. Ну, вы чувствуете вообще религиозный уровень накала, уровень мистики вот в этом? Все, это же сказка. Это просто чистой воды сказка. И говорить, что какому-то мужику кудрявому или не кудрявому бородатому бог не спосылает истины внезапно в 20 веке, или в 21, или в 19. Ну, это же, ну, тупость, честно говоря. Ну, по крайней мере, нужно быть очень уверенным в своем вот этом вот кумире. Ну, или есть более реалистичное понимание, конечно, не только духи полубожественные. Ну, конечно, этимологическая отсылка такова. Вот эти полубожественные духи, вот это типа гений. Ну, конечно, понимается, обычными людьми под гений понимаются крайне выдающиеся персонажи, крайне выдающиеся творцы, крайне выдающиеся ученые. Ну, то есть, да, забавно, что их этимологические люди в самом прямом смысле именуют богами и полубогами. И усматривают некоторую божественную связь, или связь с самой вселенной, допустим. Ну, гениев, опять же говоря, по какой-то фантастической интуиции, например. Ммм, да, замечательно, это замечательная интуиция. Это смешно, это все очень смешно, честно говоря, с понятием гений. С талантами все просто, вот. У человека есть дарование определенное, и он может его использовать. У него сильные ноги, он может далеко прыгать. Он очень внимательный и может корректировать тексты лучше остальных. У него отлично развито воображение, и он может стать отличным писателем. Вот таланты. Таланты основываются на объективных каких-то показателях. Или у него есть отличный музыкальный слух и потрясающие голосовые данные. Все, он может быть оперным певцом, например. Здесь нет ничего гениального, это просто механизм, просто механический талант. И он работает. Он может быть обозначен, мы можем его увидеть, почувствовать. А если мы посмотрим на произведение гения, без школьной подготовки, где нам тысячи человек будут говорить, ой, какой потрясающий гений, какой он хороший, как все хорошо написано, как все отлично, все учел. Вот так глубоко, так за душу берется, сколько можно все это трактовать бесконечно. Как хорошо. Вот без этого всего просто большинство гений будут восприниматься как идиоты. Как, собственно, детьми в школах они воспринимаются. Какие-нибудь классики русской литературы, например. Они считают Толстого. И подавляющее большинство детей, они просто в шоке. Как вот такую вот водищу можно написать. Это же неинтересно просто им. По сути, Толстой в школе не очень доминирующий персонаж. А что же с Достоевским, например? Ну, всем плевать, по сути, на вот эти вот внутренние противоречия между православием, грехами. Вот эти современному человеку, это не проблема современного человека. Особенно современного ребенка, который еще не является частью православного сообщества. Это не его проблема. И, конечно же, она кажется ему недостаточно интересной, глубокой. А человек, который ей занимался, не кажется гением. Правда. Мне кажется, что гениев вообще как таковых не существует. Просто существовали люди. Большинство этих гениев, они талантливы. В меру талантливы. Некоторые менее талантливы, чем их современники даже. По моим личным наблюдениям. Впрочем, конечно, да. Некоторые из гениев, они больше предрасположены к той или иной деятельности. Но не стоит их мифологизировать. Не стоит создавать идолов на пустом месте. Не стоит поклоняться каким-то людям. Каким-то там мужчинам, каким-то женщинам отдельно. Это очень странно. Очень странно, что вообще такой подход процветает в христианской культуре. Где один из главных тезисов не возведи себе кумира. Вообще-то, в принципе. А в научной культуре, в которой тоже не возводи себе авторитета, не возводи себе тоже кумира. Вот, кстати, перекличка между наукой и христианством здесь тоже имеется, кстати. Вообще странно, что искусство, искусство строится по образцу религии. Искусство вообще не должно иметь никакого отношения к религии. Ну, потому что религия, во-первых, против. Не возведи себе кумира, как бы. А тут гении толпами прут со всех сторон, во всех искусствах. И все им поклоняются. И восхваляют все, что они делают. И наслаждаются их произведениями. Ну, это даже догматично с точки зрения христианства, часто говоря. И вообще не понимая, как это произошло. Просто по образцу взяли в искусстве, копировали вот это вот отношение религиозное. Но этого просто нельзя было делать ни с религиозной точки зрения, ни с научной, ни с какой-либо другой. Даже с философкой, но это довольно-таки глупый подход. В общем-то, творческий авторитет, который крайне силен, который работает на какой-то вот этой мифической интуиции, на несуществующем вдохновении. И вовсе слова не затмевают любые возражения. Их становится невозможно критиковать. Ну, только дополнять, конечно. Только искать в его произведениях еще больше гениальности. Как много он вложил в это произведение. Бесконечно читаешь и всегда находишь что-то новое. Такое боготворение мне абсолютно не нравится. Это очень сильно объединяет сферу искусства в целом. Это делает из людей, которые занимаются искусствоведением, там филологией какой-нибудь полных идиотов. Я даже не стесняюсь говорить такие грубые слова, но потому что это вот просто так и есть. Идолопоклонничество делает из людей идиотов в данном случае. Особенно когда идолами являются обыкновенные люди. Ну, не очень обыкновенные люди, талантливые люди зачастую. Это очень сильно объединяет все, чем занимается творчество. Мы не можем опознавать творчество из-за идолопоклонничества. Люди в большинстве своем поклоняются каким-нибудь авторам, которые кажутся им классическими, великими, потрясающими, при этом абсолютно не видят других авторов, абсолютно игнорируют достижения других творцов. Это неприемлемо в рамках искусства. И такое догматическое искусство должно быть в итоге, на мой взгляд, побеждено. Потому что оно сопротивляется пониманию. Там просто есть идолы. И все. И эти два гении, гений, это синоним как раз идола. Это обожествление, обогатворение. А вот талант, это объективный термин. И действительно, люди разнятся между собой именно талантами. И давайте уж все-таки искать именно таланты, а не удумывать себе гению. А восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok